Ну что, коль пошла такая пьянка, проезжала мимо нашего овощного магазина, пойду, здесь продают вареники, так что возьму два пакета. Покупала, вы знаете, неплохие, конечно, цена у них, ну, дорого стоит. Вот, если самому налепить, так это будет стоить 2 доллара, а так 15 стоит. Что делать, когда на ногах стоять не могу, вот знаете, ходить могу, а на одном месте не могу. Вот 5 минут простою, все, готово, у меня спина отваливается, ноги отваливаются, так что пойдемте. Прогуляемся. Маленькие авокадо, вот, крохотные, 6 доллара килограмм, 2,50. Я маску сейчас одену, может, меня слышно не будет, кто его знает. И тут музыка, да ядренок корень, что ж это такое, музыканты, блин, все. Здесь наш квас продают, 6 долларов, и монастырские 6. И это что, Никола, а это, по-моему, 7. Апельсины 5, лимончики, ой, какие они большие, ой, красивые какие, ух, жирненькие прямо. Грейпфрукт 5, а лимон 10, кг. Здесь товар, который уже полуживой. Вот таких маленьких помидорчиков я вообще никогда не видела. Есть черри томата, а это еще меньше, чем черри в два раза. Видите, крохотульки просто, 2 доллара на один зубчик. Картошки, 7 доллара 5 кг. Это что, блубери, 2 за 9 доллара, 1, 5. Вот малинка, калинка, малинка, 7,50. 7,50, сколько это килограмм, не пишут. Ну, в общем, 125 грамм стоит 7,50. Вот сами посчитайте. У меня в голове калькулятор сломался. А вот свекла. Свекла хорошая и черная. Давно я борщ не варила, надо купить вишенки. 20 баксов султана. Вот эти, наверное, сладкие. Смотрите, какие они махонькие. Махонькие тоже. Вот по сравнению с этим. Тыква. И тыкву надо купить. Вы знаете, я последний раз пекла, когда её я купила целую тыкву, порезала на кусочки, помазала её маслом. Слушайте, она была такая вкусная. Боже, боже, это было реально как мёд. Просто как мёд. Это здесь зелень. Два доллара. Пучок. Шпинат. Три пятьдесят. Кориандр. Два пятьдесят. Ага, это мята продаёт. Доллар пятьдесят. Редиска тоже. Бывает такая замученная. Прям сейчас весёленькая. Три доллара пучочек. Ой. Ну как? Здесь четыре редиски. Почём это получается? Почти что, девяносто центов редиска? Ну вот как-то так. Это свёкла. Четыре доллара. Четыре доллара. Три свеклы. Перцы. Чили. А это свежие морковки. Три. Три боксёнка. Вот здесь вот наша еда есть международная. О, видите, что? Провансаль золотой. Как хорошо, ребята. Как хорошо, когда написано на твоём родном языке. Боже, боже. Емеля, икра баклажанная заморская. Я. Ну какая-то шесть долларов, какая-то семь. Сейчас тут не буду разбираться. дядя Ваня. Видите, тут что-то понамешано, не поймёшь. лечо опятки, ребятки, стоит семь долларов банка. Повидло сливовое. Семь долларов. Шестьсот тридцать грамм. Вишни с косточкой. Семь пятьдесят. Ну, это уже вам всем знакомый дядя Варин. Дядя Ванин хрен. Ой, ребята, слушайте. На английском horse radish называется. Ой. И смех, и грех. Почём? Почём дядя Ванин хрен? А два тридцать девять. Нет, недорого. Надо... А это с чем? Хренятина. Это со свёклой хренятина. Горчица. Два двадцать. Вы знаете, что австралийскую горчицу есть невозможно. Кто живёт за границей, это знает, потому что только можно покупать. Называется hot english mustard. Мастард. Тогда это по вкусу, как наше. Вот. Тут прямо с чашечкой. Гречка. А, нет, это не гречка. Ну да, вы знаете, я сына много лет тому назад попросила купить гречку. И он мне принёс вот это. Ребят, я это сварила и выкинула. Ну вот как-то так. К этому также надо привыкнуть, как многие из-за границы не знают, что такое манная каша. Гречневая каша быстрого приготовления 7,50. И вы знаете, с чем пропало? С грибами пропало. Нету. Я иногда покупала с грибами. А, нема, гречка вот 5 долларов 900 грамм. И вы знаете, раньше такого не было. А сейчас это реально какой-то трюк. Вот реально трюк. То они пакуют 800 грамм, то 900 грамм. Какого бабая килограмм не навалят? Вот где-то здесь я покупала... Да, вот она. Это вот печень трески очень вкусная. Потому что в этом же магазине я купила, ребят, один раз печень трески. И я вам показывала. Её есть было невозможно. Потому что я сомневаюсь, что это была вообще печень. Это, наверное, я не знаю. Может быть, печень от барана была. Но никак не печень от рыбья печень. Нет. Вот. Это что такое? Водоросли. Тоже никогда не видела шпроты с водорослями. Я вот не вижу сейчас этой печени. Я открыла тогда банку. Я только взяла в рот. Я выплюнула. Материлась. На чём свет стоял. Не обманываю. Материлась на целый дом. Потом пошла ещё зубы чистить. А это мёд. А вот это дорогой. Видите? Австралия Манука, Ханя. 13 долларов. Сколько там в нём? Ну, небольшая баночка. Не вижу, сколько грамм. А вот это здесь... А, вот тут вот, значит... Это полкилограмма. Это обычный мёд. 10 долларов. Там, наверное, тоже пол... Пол КГ. Австралийский мёд. Тут тоже пол КГ. Вот цена. Акация. Мёд. 12,59. Знаете, надо, наверное, тоже банку мёда купить, потому что... Что-то из Вуловарца покупаем. Там какая-то хреномантия, а не мёд. А здесь продают соты. 180 грамм. 10 долларов. Натурал Ханя Комп. А здесь уже 450. Вот 19 долларов. Я раньше покупала вот в таких вот. Вот, видите? И был очень-очень вкусный. Надо посмотреть, вот где его сделано. Смотрите, килограмм 13 долларов. Это австралийский мультифлаво. Значит, на разных цветочках сидели пчёлки. Ну, что тут ещё? Тут всякие лютиниса. Консерва. Так, идём. Горячимся дальше. Что ещё здесь? Капуста. 7 долларов вилок, но вилок большой. И подкрадываемся сейчас. Я вам покажу, кто живёт в Сиднее. И можете в этот магазин прийти и купить, как их зовут, вареники. Здесь вишня 15 долларов. Но ты не можешь выбирать. Ты должен купить вот во что они упаковали. Видите? Вот, покупать это всё ведёрко. Ну, я смотрю, тут уже вишни такие, уже как вино. Они до завтра не доживут. Вот, смотрите, взяли бы, цену скинули, и люди бы купили. А так она уже, скажу, уставшая. Довольно-таки. Морковка 2 доллара килограмм. Ну, и вот этот... Вот здесь что? Называется... Пироги. Вот они. Пироги. Пельмени и пироги. 15 долларов, 16 долларов. Традиционал, рашн, дампли. Это с курятиной. Биф и порк. Говядина со свининой. А, вот и... А, это значит, с вишней. Вареники. А, где нормальные, пишут они, традициональные польские. Ай, какие польские. Международные, так скажу. В общем, что-то я не вижу. Но я не буду при вас искать. Ребят, так что, вот такой небольшой обход, поход со мной сделали. А, мы с вами увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие. А, с вами была Элла Австралия. Чао. Вот, едва нашла. Весь холодильник перевернула. Ну, вот они. И вы знаете, у меня такое чувство, что они вручную залеплены. О, они разные. Вот эти такие, видите? Вот. А это такие же. И вот это вот. А, нет, точно такие же. Ну, в общем, лень самой лепить. Ну, и магазин называется Президент Авеню Фрут Уорлд. А Эрия, наверное, это что? Это, наверное, Когора. Продолжение следует. Продолжение следует...